Фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Гирлянда Почти закончили Скоро уже придет Дед Мороз Он скажет Раз, два, три Елочка, гори! И будет раздавать подарки Прямо настоящий Дед Мороз? А как же? Разве Дед и Мороза бывают? Сама увидишь Он ко мне каждый год приходит Ну все, репетируем Раз, два, три Елочка, гори! Ой, гирлянда перегорела А у нас другой нет Дим Димыч Дед Мороз уже на подходе Елка готова? Нет! Не совсем! Ой-ой-ой-ой! Что же делать? Я сейчас! Дим Димыч, а может Дед Мороз тебе и так подарки подарит? Без огоньков на елке? Нет-нет, без огоньков неправильно Так будет не волшебно Папа! И ток течь перестанет Погаснут все лампочки А не только сгоревшие Чтобы починить такую гирлянду Надо просто найти И заменить сгоревшую лампочку Только нужна исправная лампочка Я найду Я знаю где Дим Димыч, задержи Деда Мороза Пока мы будем искать и менять сгоревшую лампочку Хорошо Дим Димыч, Дед Мороз уже здесь Мама, еще чуть-чуть Так, ищем сгоревшую Проверь эту Это работает Может, эта сгорела? Нет А эта? Бесправная Дед Мороз уже упарился Сейчас! Симка! Ну что? Все лампочки проверили Но сгоревшие не нашли Ах Значит, будет не волшебно Все, мам Заходите Ого! Здравствуй, Дим Димыч Поздравляю тебя с Новым Годом А что же у тебя, елочка не горит? Давай-ка вместе скажем Раз, два, три Ой! Папус! Тут еще одна лампочка Вот она, сгоревшая Раз, два, три Елочка, гори! Нам нужна исправная лампочка Где же Мася? Елочка, гори! Еле нашла Да вы уже все починили А где вы нашли исправную лампочку? У нас папус пока вместо нее Ты рысь! Ты рысь! Ну ты герой! Давай мы тебя на лампочку заменим Под Новый Год Под Новый Год Под Новый Год Под Новый Год Жить веселее Каждый раз не ведомо откуда В час, когда его никто не ждет Под Новый Год К нам приходит маленькое чудо Каждый раз под Новый Год 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 Вдруг не откуда Когда его Никто не ждет Под Новый Год Приходит чудо Каждый раз не ведомо откуда В час, когда его никто не ждет К нам приходит маленькое чудо Каждый раз под Новый Год Под Новый Год Под Новый Год Приходит чудо Клейдоскоп Тим-Тим-Нич Уже можно смотреть на твой Новый красивый шарик? Я же сказал Повешу, посмотришь Ты не подглядываешь? Нет-нет Ой Уже можно смотреть? Можно А где он? Вот он Ой-ой-ой Ладно, не грусти Придумал Дим-Димыч, посмотри в клейдоскоп Чего я там не видел? Посмотри Такое ты точно не видел Ой Ну как? Что это? Мое изобретение Пиратский клейдоскоп Ладно? А как ты это сделал? Дим-Димыч, привет Говорят, у тебя есть новый красивый шарик Покажешь? Смотри Куда? На пол Ой Да Печально Ну, Симка Я его только развеселил Чем? Клейдоскопом Помнишь, как деду сучил? Почему в клейдоскопе красивые узоры? А, потому что в нем переворачиваются разноцветные стеклышки И еще, потому что в нем есть зеркала Обычно их три И поставлены эти зеркала так, чтобы стеклышки отражались в них много-много раз Из этих отражений и получаются узоры Кстати, вместо стеклышек в клейдоскоп можно положить что угодно И все равно будет получаться узор Таких только клейдоскопов не делали И с пуговицами, и с цветами, и с насекомыми А один богач заказал как-то клейдоскоп с драгоценными камнями Наверное, если бы он просто напихал туда денег Получилось бы не так красиво Дим Димыч, посмотри в клейдоскоп Да видел я, он пиратский Нет, теперь он не пиратский, а новогодний Посмотри Ого Нравится? Очень А что там внутри? Наскалки твоего шарика Как он даже красивее, скажи Не помогло С праздником! Мы пришли на новый красивый шарик посмотреть А что такое? Ой, и не спрашивай Придумала Придумала Тим Димыч! Что? Посмотри в клейдоскоп Опять? Не хочу А я говорю, посмотри! А я говорю, посмотри! Ух ты! С новым годом! Спасибо! Ты больше не грустишь? Нет Как красиво! Такого еще никто не видел Ты первый! Крути! Поехали! Ух ты! 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 Здравствуйте! Дим Димыч! Я пришел посмотреть на твой красивый шарик! Тссс! Хе! Да ладно вам! Это лучше, чем шарик! С Новым годом, фиксики! Самки! Кхе! 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 Опускаем! Ох ты! Эх! Эх! Жаль, что у фиксиков нет Деда Мороза! Хм! Почему же нет? Но... Сегодня он прилетит и даже прокатит тебя на санях! Правда? Ура! Можно вас на секундочку? Что за сказки? Где мы достанем Деда Мороза? Я все придумала! Смеетесь? Я против маскарада! Жалко устроить детям праздник? Ясно! Но... Саня, хотя бы сделайте! С остальным я разберусь! Ой! Кажется, все! Ого! Это же санки Деда Мороза! А где он? А я никого не видел! Мне пора! Разочек скачусь! Никто не узнает! Продолжение следует... А-а-а! Маженчик! Я их сломал? Дед Мороз теперь даже сговаривать со мной не будет! Так мне и надо! Дед Мороз? Это что такое? Я не хотел! Оно случайно! Починить поможешь? Ага! Самки простая, но очень удобная вещь! К широким полозьям крепят сиденья и вот уже можно возить грузы или людей! Там, где машины застрянут в снегу, сани проедут легко и не провалятся! А если запрячь в них собак, то вообще не угонишься! Есть даже такой вид спорта – езда на упряжках! А кому-то нравится расправить над санями парус и на скорости скользить по льду! Ну и, конечно, на санках здорово просто кататься! Чем больше народу, тем быстрее и веселее! Можно забраться на высокую горку всей семьей и съехать вниз так, чтобы ветер свистел в ушах! Эхе-хе-хе-хей! Постарались! Где мои сани? Еще мой дед! Я Дед Мороз! Это я, Дед Мороз! А вы – самозванец! У вас борода отклеилась! Пойдем прокачу! Нет, я прокачу! Санки мои! Ах так! Сразу два Деда Мороза! Класс! Вот, это повезло! Действительно, два лучше одного! Пожалуй, соглашусь! Ого! Слез Дедов Морозов? Прикол! Ага, только один из них не Дед, а Дедус Мороз! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Зену! Относит к Морозов! И все гуще слезы от волоси! На снегу, на снегу, на снегу! На снегу! Санки-занки! Санюшечки-занки-занки-занюшечки! Зефир Фиксики, вы чего грустите? Новый год на носу! У нас его не будет! Почему? Мы сейчас с папусом поссорились Как? Каждый год мы чиним эту гирлянту Да, до Нового года совсем мало времени, а у нас еще полно дел Как тебе? Вот так Вот вы где! Телефон не слышите, сообщения не читаете А у нас там гирлянда барахлит Надо помочь Папус, еще пять минуточек Уже час прошел, а вы все ерундой занимаетесь Это не ерунда Улыбочку! Что? А Мася есть? Так, так, очень интересно Мы как раз собирались идти Уже не надо, я все сделала сама У вас дела поважнее Ну? Значит я там, одна Надрываюсь, а вы тут А ты? Ты куда? Отдыхать Ах так? Хорошо Не будет у нас праздника Без паники Надо починить, помирить родителей Как? Папа говорит Путь к сердцу женщины лежит через цветы А где мы возьмем цветы? О, сделаем из зефира Если в пюре из фруктов или ягод Добавить сахар и яичный белок Хорошенько взбить Подсушить эту массу в духовке Получится зефир По вкусу он напоминает пастилу И не случайно Ее придумали в России А потом французские хранители Слегка изменили состав и название Маршмеллоу почти зефир Но без пюре Люди очень любят эти воздушные сладости Ими украшают торты И даже жарят на костре И как мы заставим папуса их подарить? Устроим им свидание Маша тебя зовет Срочно! Там, это, монитор не работает! Она же сама справляется Папа, ты же добрый И всегда помогаешь Пойдем Ладно Нет, нет и нет Я отдыхаю Но Дим Димыч не успеет маме сделать открытку И она усунется без подарка Хорошо Но только ради мамы Сладости не только едят Готово Готово А маленькими формочками для печенья Можно из зефира вырезать снежинки или сердечки Или сделать оленя Нанизываем зефир на карамельную трость Сахарные бусинки, глаза и нос А крендельки Рога Загляденье! Ничего не понимаю Монитор работает Зачем ты меня звал? А Я не звал И помощь тебе не нужна? Нет А Ты, наверное, хотел извиниться? Нет Это уж слишком Ну Любимой Масе Мне? Ну Как это мило Ты меня прости Я сегодня так устала Да Это я был неправ Оставили тебя одну А где наши дети? Новый год же Да вот же они Масе! Масе! Масе, папа Мой хороший Ура! С Новым годом! Шоколад Дим-дим, разворачивай уже! Давай утро Так хочется игрушку посмотреть Терпи, Нолик Все, я спать И без меня не трогай Ты тоже без меня не открывай Договорились Спокойной ночи Ага А что это ты тут делаешь? Я? А я тут А, это же шоколадный шар с игрушкой Как интересно Мне тоже Развернем и посмотрим Нельзя Я у нас с Дим Димычем уговор Само тихонько Он не заметит Вот шоколадка Нельзя не доставать Даже на ней оберка есть Как же прекрасна Сладкая шоколадка Развернуть и ее Их есть Их есть Их есть Их есть Мда Посмотрели Дим Димыч не обрадуется Когда узнает Что вы шоколадный шар трогали А ты что, его не трогал? Нет А это тогда что? Шоколад? Причем самый настоящий Молочный шоколад Вот написано Главное в шоколаде Это какао-бобы Их обжаривают, грабят И мелко трут Затем из тертого какао Отжимают масло Если смешать масло Какао и сахар Будет гость и шоколад А если добавить молоко Получится молочный Остается только нагреть Разлить формочки И охладить В шоколад любят добавлять Изюм и орехи А иногда попадаются шоколадки с цветами И даже с сою Поначалу шоколад не ели А пили Обжаренные бобы Смешивали с водой И добавляли острый перец Не каждый взрослый мог его пить А ребенок и подавно Зато сейчас Шоколад любимое лакомство Всех детей и взрослых Как теперь все склеить Может скотчем Ты что Мы нагреем шоколад Чтобы он стал мягким А потом слепим новый шар А чтобы он затвердел Охладим Что с шоколадкой С ней не палатки От половинки не слита Так все понятно Это же шоколадка Так и бывает у них Всегда 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 Стрелить Все Давайте игрушку А мы ее так и не посмотрели Красивая Дим Димычу понравится Стойте У меня другая идея Вновь шоколадка В полном порядке Снова на ней Обертка есть Как же прекрасно Новая шоколадка Я постараюсь Ее И съесть Привет! Ой, что это? Ах, шоколадный шар? Надо же! Неужели с игрушкой? Угу Сейчас нолика дождемся И откроем А без него никак? Нет У нас уговор Ммм Вкусная шоколадка, наверное Съел бы кусочек Ну хорошо Шоколад я съем А игрушку без нолика Не откроем Ммм Вкусно Тебе что, не интересно Что внутри? Мы не скажем Ладно Посмотрим И сразу закроем И это все? Тебе Нолик? Ух ты! Как ты тут оказался? Сюрприз! Хм Ты был в контейнере А контейнер в шоколадном шаре А шар... Да Этого не может быть! Аааа Это вы ему помогли Немножко Постой, Нолик Ты же обещал без меня шоколадный шар не трогать Ты тоже обещал без меня его не открывать Как я пришел на тебе шоколадный шар Маскарад Ну что, Дим Димыч, придумал костюм на новогодний маскарад? Нет Все не то Пиратом я был А вампиром? Был А рыцарем? Угу Понимаешь, я хочу что-то необычное А если? Придумал! Будь на маскараде! Мой! Точно! Фиксиком еще Никто не был Давным-давно Люди надевали маски И устраивали танцы, чтобы отпугнуть злых духов В древнем театре актеры, меняя маски, играли несколько ролей сразу Всем так понравилось спрятать лица под загадочными масками Что народ стал устраивать веселые гуляния, которые так и назвали маскарад Многие страны, например Бразилия или Италия, на праздники превращаются в один большой бал маскарад Что это вы делаете? К маскараду готовимся Узнаешь, кто это? А почему сразу Нолик? Это же я придумал Файером быть круче! Это почему? Не спорьте, я могу быть и тобой, и тобой Другое дело Умные фиксики Носят очки Твои Дим Димыча даже на палец не налезут А я такие же сделаю Ой, какой фиксик! Прелесть! Неплохо Но советую добавить красивый рюкзачок Это сейчас последний писк И мои завидушки, пожалуйста Или мы обидимся Класс! Ничего не забыли? Ой, мы Симку забыли! Куда тут еще Симку? Что делать? Я так опоздаю Мы ей не скажем Иди, Дим Димыч Спасибо! Тыщ! А чем вы тут занимаетесь, пока я там хлопушки заряжаю? Задачи решали Журнал смотрели Играли Да Вот это вот все Ладно, врать вы не умеете Ну-ка признавайтесь Вы с ума сошли? Извини Просто на Дим Димыча уже места не было Да при чем тут это? Какое главное правило фиксиков? Кто такие фиксики? Большой-большой секрет Вот, больше не секрет Все о нас узнают Дим Димыч про нас не скажет Наверное А если все подумают, что это костюм сумасшедшей конфеты Сумасшедшая конфета? С рюкзаком и в очках? Да это катастрофа! А что сразу в очках? Что же теперь делать? Звонить профессору! Дедусу! Вашему папусу! Покойно! Дождемся Дим Димыча Маски разные нужны Маски всякие важны Медицинскую маску надевают и врачи, и больные, чтобы никого не заразить Кислородная маска помогает человеку дышать Фехтовальщики, вратари в хоккей, боксеры защищают лицо от удара Синее стекло в маске сварщика спасает его зрение от слишком яркого света Веряя в морские глубины, перед погружением тоже надевают маску Без нее не увидеть всей красоты подводного мира А маски, которые наряжаются на карнавалах и праздниках Нужны просто для радости и хорошего настроения И чтобы вас не сразу узнали Вот будет весело кого-нибудь разыграть Ну как? Отлично! Я выиграл в конкурсе на лучший костюм! Ура! Все, нам конец Только вы не обижайтесь! Я же не мог сказать, что я фиксик Поэтому вот Приз за лучший костюм Робота-попугая? Это что? Выходит, я попугай? И я? И я! Так, фиксики-попугаи За работу! Ой, с Новым Годом! ХОЛОДИЛЬНИК Ну все, с уроками покончено! Теперь ты, Вода! Ух! А ты! Идить! Ха! Теперь ты, Вода! Ой! Симка, помоги! Я прилип! Ну-ка не двигайся! Какой ты липучий куч! Симка, мы же меня тут не бросим! Не бросим! Но боюсь, Нолик! Ты влип надолго! Дим Димыч! Помоги! Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает! Ой! Это же моя жевательная резинка! Вот спасибо, Дим Димыч! И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю! Ее надо заморозить! Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку! Жвачка замерзла и легко отлепилась! Не хочу в морозилку! Не волнуйся, Нолик! Я буду с тобой! Держитесь! Это ненадолго! Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит! Симка, а почему в морозилке так холодно, если снаружи тепло? Сейчас объясню! Объясню! В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке. Часть трубки находится внутри холодильника. В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло. Эта часть трубки охлаждается. А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается. Это потому, что в ней пар снова превращается в жидкость и отдаёт тепло, которое забрало изнутри. Вот так. Эх, сейчас бы туда, где тепло. Все, я пошла за теплыми вещами. А как за я? Жди меня здесь! Дим Димыч, открой! Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо. Так, признавайся, что случилось. Ура! Дим Димыч, синяка, откройте! Ну вот, теперь я здесь навсегда замёрзну. Жизнь Фиксика полна всяких опасностей. В тёмной морозилке Фиксик может сбиться с пути и замёрзнуть. Стоит Фиксику зазеваться, и вот он уже тонет в стиральной машине или в посудомойке. Неосторожный Фиксик всегда рискует получить удар током. А если в приборе случится короткое замыкание и начнётся пожар, тут уж только ноги уносишь, чтобы не пропасть. А люди? Ведь им вообще дела нет до Фиксиков. Любой человек может уронить что-нибудь на Фиксика, наступить на него или прищемить дверью. Вовремя не увернёшься и... Словом, Фиксики! Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя, Фиксики! Ничего не понимаю! Он же был здесь! Бедный Нолик! Где же теперь его искать? Мася, смотри! Следы! Нолик! Ты жив! Да чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник. Я нашёл холодную трубку и полз-полз по ней, пока она не стала горячей. От тебя дым идёт. Тебя нужно срочно охладить. Что? Где? А-а-а! Никазу, холодильник! Что? Я пошутила! Во, как замёрзла! Зубы сломаешь! Ты что, её опять жевать будешь? Нет, конечно! На ней же Нолик сидел. А нечему было лепить её, куда попал? Ладно, не обижайся. Пойду в ведро выброшу. Смотри, не промахнись! Фу, Дим Димыч, как у тебя дверь противно скрипит! Да она вообще плохо открывается. Это потому, что дверные петли друг от друга трутся. И что делать? Надо уменьшить трение. Как? Смазать петли. Давай смажу, пока помогатор при мне. Давай! Можно я помогу? Можно. Подержишь помогатор. Трение – это сила, которая мешает одному предмету скользить по поверхности другого. Трущиеся друг от друга предметы быстро изнашиваются. Чтобы уменьшить трение, на поверхность деталей наносят машинное масло или другую смазку. Смазка помогает крутиться шестерёнкам часов и колёсам автомобилей. Даже лыжи смазывают, чтобы к ним не прилипал снег. И они лучше скользили. Давай, давай, Дим Димыч. Порядок. Проверяй работу. Не скрипит. Кто-то. Спасибо. Я пошёл. Куда? С горки кататься. Возьми меня с собой. Не, Нолик. У тебя же нет ни санок. Ни даже ледянки. Синка, ты можешь мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично по снегу скользит. А, ну ладно. Подожди меня, Нолик. Я тебе приготовлю сюрприз. Ух ты! Скользко, как на льду! Класс! Нет такого трения! Кто-нибудь? Помогите! Нолик, что случилось? Погоди, я сейчас! Ой, ай! Бабу! Бабусик, помоги! Кто меня звал? Я иду на помощь. Что тут у вас за шум? Дедуш, не ходи сюда! Тут скользко! А? Что вы говорите? Осторожно! Что это было? Это я масло разлил. Зачем? Чтобы уменьшить трение. Приплыли. Не двигайтесь! Я вас сейчас оттуда вытащу. И чем тебе трение мешало? Через пять минут, чтобы все было чисто. Инженеры все время борются с трением. Пытаются его уменьшить, чтобы их машины ездили быстрее, а детали меньше изнашивались. Но представьте себе, что будет, если сила трения исчезнет вообще. Все начнет выскальзывать. Все начнет выскальзывать из рук и падать со стола. Даже ходить мы с вами не сможем, потому что при ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли. А как отталкиваться без трения? Никак! Вот, оказывается, какая полезная штука. Это сила трения. Кажется, очистили. Пахнет еще пахнет. Нолик, я совсем забыла. Я же тебе приготовила сюрприз. Вот. Что это? Я для тебя ледянку сделала. Ой, спасибо. Только зачем мне ледянка без снега? Нолик, смотри, что я тебе принес. Что? Снег. Настоящий снег? Да, теперь у тебя будет своя горка. Вот это да, вот это сюрприз. И никакой смазки не надо. Робот. Я вам уже говорил про подарок на день рождения. Говорил, но всего лишь тысячу раз. Роботозой Т-300, радиоуправляемый, с мегазрением. Я очень, очень его... Хочу. Все завтра, завтра. Спокойной ночи, Дим Димыч. Вот это здоровский подарок. А мы вот Дим Димычу ничего не приготовили. Эх, друзья называется. Ну и как эта штука работает? Ага. Теперь оглядимся. Так, вперед. А как он видит то, что видит робот? Очень просто. Глаз робота – это видеокамера. Робот передает видеозапись на экран. Ну, в общем, все, как в обычном телевизоре. Класс! Роботы еще не то могут. Робот – это умная машина, способная вместо человека делать очень сложную или опасную работу. Своими железными руками они переносят тяжести, собирают из деталей автомобили и другую технику. Они летают в космос и опускаются на морское дно, помогая ученым. А еще есть роботы, которые понимают человеческую речь, умеют говорить и даже шутить. Совсем как люди. Давай же, поворачиваемся. Что это было? Я тут вот... Он его убил, Нолик, стой! Ты с ним играл, да? Думаешь, он заметит? У тебя есть время до утра. Я иду спать. Я его починю. Честное слово, починю. Симка, а давай... Нет, сами не справимся. Когда сломался телик, Когда мобильник сдох, Компьютер еле-еле, А чайник вовсе плох. Не спрашивайте, где мы, Лишь что ни говори, О всякой проблемах, Понятнее изнутри. Раз, два, три! Да-три! И вы внутри! Да-три! Чтоб оценить! Да-три! И починить! В приборах, механизмах, Работа есть для нас. Ведь техника капризна, За нею глаз да глаз. Используем и помощь, Всегда на стороже. Мы экстренная помощь, Которая уже не зевать! Давай-давай! Давай-давай! Работа есть! Мы сразу здесь! Не зевать! Давай-давай! Работа есть! Мы сразу здесь! В работе наша сила, Работа наша страсть, Нас дело закрутило, И сделало нам пропасть. И в глубине прибора, Как на берегонке, Мелькают наши скорые Звездные огоньки. Раз, два, три! И вы внутри! Чтобы оценить! И починить! Не зевать! Давай-давай! Работа есть! Мы сразу здесь! Работа есть! Раз, два, три! И вы внутри! Чтобы оценить! И починить! Не зевать! Давай-давай! Работа есть! Мы сразу здесь! А-а-а! Мой подарок! Прячемся! Роботосоидер 300! Супер! С днем рождения, Дим Димыч! Послушай, Дим Димыч, Я тут твоего робота, ну, сломал. Как?! Он же работает! Смотри! Все-таки ты его починил! Когда я вчера заснул, он не работал. А, ты хочешь сказать, что он сам починился? Ух-х-х-х! Ха-х-х! Ух-х-х! Ух-х-х! Ух-х-х-х! Вам, вам! Огромное вам! Спасибо! А нам спасибо! Так это вы починили робота Неу-на-на-на-на-на-на-на Сенсорный экран Ну как? Приклеил намертво Дим Димыч, наконец-то! Мы пока тебя ждали Все, что можно, уже починили Почти все А я к докладу готовился Птицы фотографировал А тут понятно воробей Это сойка Вот синица Смешная, да? И самое главное Бам-бам-бам-бам Ой Это что? Я снегиря хотел сфотографировать А получился какой-то бам-бам-бам Все из этих дурацких перчаток Пока я их снимал Снегиря уже улетел А зачем же ты их снимал? В них ничего не нажимается Значит надо сильнее жать Не поможет Ты что не знаешь как работает сенсорный экран телефона? Нет И я нет Ну вы даете им Хорошо что у вас есть кто-то Кто знает все И этот кто-то ты? Да Под стеклом сенсорного экрана Течет электрический ток А тело человека умеет его проводить Поэтому когда к телефону и планшету прикасается палец Часть тока утекает Люди этого не чувствуют Потому что заряд очень слабый Но датчики которые находятся внутри экрана Сразу шлют сигнал в мозг прибора И он понимает что надо делать Ответить на звонок Или написать сообщение Шерсть из которой связаны перчатки Ток не пропускают А вот если перчатки будут из чего-то другого О, например, сольги Оберни ей палец Все работает Правильно Потому что фольга проводит электрический ток Ведь из нее перчатки не делают Вот у Кати есть специальные Для смартфона А у тебя есть я Которая знает все И как их сделать Ой, как же вам всем все-таки со мной повезло Нарежем из-под день нитки И прошьем твои перчатки на пальцах Чтобы они могли проводить ток? Точно Готово Спасибо Только где я теперь снегиря найду? Эх А ты возьми фотку в интернете Скажи, что твоя Фи, как это некрасиво Все, что попадает в интернет Кто-то создает Игры делают программисты Фильмы снимают режиссеры Книги пишут писатели А музыку композиторы Эти люди называются авторами И у них есть авторское право Это значит, что только они могут делать Со своим произведением все, что захотят Когда, например, фотограф делится на своей странице снимками Скачивать их без спроса И загружать в другое место невежливо А выдавать чужие работы за свои вообще никуда не годится Перед тем, как использовать чей-то труд Лучше всегда спросить разрешение у его создателя Ему будет приятно Я что, зря старалась? Синка! Там! Па-па-па-пам! Снегирь! Надевай перчатки быстрее! На ту руку! А зачем мы вообще перчатки надевали? Дома-то! Так нам велела Та, кто знает все на свете А, ну да! Как же нам все-таки с ней повезло! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 И что теперь делать? А, найдем фото в интернете Но обязательно напишем, чей это снимок Бах! Ха-ха-ха! Субтитры подогнал «Симон»